В этот день 1938 года родился писатель, драматург, поэт, публицист, переводчик, член Союза писателей и Союза журналистов Казахстана, член Казахского пэн-клуба Адольф Арцишевский, переводил с казахского Ильяса Есинберлина, Акима Тарази, Калихана Искакова, Бакхожу Мукаева, Дулата Исабекова. Также Арцишевский был первым редактором известной книги Олжаса Сулейменова «Аз и я». В этот день 1982 года в Уральске был открыт мемориальный дом-музей первой казахской женщине, которой было присвоено звание Герой Советского Союза – Маншук-Маметовой. 15 октября 1943 года в тяжелых боях за освобождение города Невель, оставшись одна из пулеметного расчета, будучи тяжело раненной осколком в голову, Маншук-Маметова уничтожила 70 солдат противника. В этом бою она погибла смертью храбрых. 7 июля 1881 года в Риме на странице «Газеты для детей» была впервые напечатана сказка Карла Каллоди «Пиноккио», а через два года вышла отдельным изданием. «Пиноккио» – это одно из самых смешных и самых трогательных произведений в мировой литературе. Российский писатель Алексей Толстой в 1936 году предложил свою версию повести, назвав ее «Золотой ключик» или «Приключение Буратино». В этот день 1999 года в городе Актобе установлен памятник Акыну Нурпиису Байганину. Нурпиис Байганин – казахский народный Акын, заслуженный деятель искусств Казахской ССР. Вступал в поэтические состязания с другими Акынами и почти всегда выходил из них победителем. Нурпиису принадлежат также сатирические произведения, высмеивающие невежество, жадность, краснобайство и другие пороки. В этот день 1943 года родился итальянский певец и композитор Тото Кутуньо. С самого детства он проявлял предрасположенность к музыке. Вслед за отцом, который превосходно играл на трубе, Тото освоил этот инструмент. Позже самостоятельно овладел игрой на ударных и аккордеоне. Тото Кутуньо сотрудничал с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Долида. Самой знаменитой его песней стала Летелиано.